Абхазская сказка Необычайные превращения Жил один старик со своей старухой. Детей у них не было. Однажды старик пошел в лес за дровами. Он собрал охапку дров и сильно устал. Ему захотелось напиться, вымыть лицо и руки. Он подошел к роднику, который протекал недалеко от того места, где он собирал дрова. Положил охапку дров на землю, напился, обмыл лицо и вдруг превратился в девушку-красавицу. Что со мной случилось, изумился старик, застыв на месте. В это самое время к роднику подошел сын князя. Княжеский сын хотел напиться, но, заметив красивую девушку, тут же решил взять ее в жены. Так и сделал. Привел в свой дом и устроил свадьбу. Прошло много времени. Жена княжеча родила трех сыновей и она их воспитала. Как-то раз утром жена взяла кувшин и пошла к роднику набрать воды на то самое место, где она из старика превратилась в девушку. Пришла, набрала полный кувшин воды и умылась. Но как только умылась, стала прекрасной кобылицей. Эту кобылицу увидел княжеский сын, тот, который женился на ней, когда она была девушкой. «Хороша кобыла», сказал он, «пусть походит в моем табуне», и пустил свой табун. Кобыла принесла трех жеребят и выкормила их. После этого она опять пошла к роднику, где в свое время превратилась из женщины в кобылицу и снова напилась родниковой воды. Как только выпила родниковой воды, тотчас же превратилась в собаку. Княжеский сын заметил ее. «Какая хорошая собака», сказал он, и привел собаку к себе домой. Собака ощенилась тремя щенками. Она их выкормила и однажды вместе с ощенятами пошла к роднику, напилась воды и вдруг снова превратилась в старика, каким он был раньше. Щенки, увидев, что их мать стала человеком, испугались и побежали прочь. Старик подивился всему, что с ним приключилась. Взяла хапку дров, она лежала на том месте, где была оставлена, и пошел домой. В тот час, когда старик уходил из дома, его жена вешала котел с водой, чтобы сварить мамалыгу. Теперь мамалыга как раз поспела, и старуха поджидала старика, чтобы сесть обедать. Очень удивился старик, что за такой короткий срок мамалыга не испортилась. А жена была в обиде на мужа. — Что ты там так долго пропадал? — проворчала она. Старик ничего не ответил, ни о чем не рассказал, только проговорил, помолчав. — Снимай мамалыгу, я есть хочу. Жена сняла котел с мамалыгой, и они пообедали. Прошло три года. Как-то раз старик прослышал, что один князь, у которого была прекрасная дочь, налил в бонжой котел молока, поставил ее посреди двора, и объявил, «Я выдам свою дочь замуж за того человека, который сможет своим словом вскипятить это молоко». Когда об этом услышали юноши, они собрались к князю, и с его разрешения начали состязаться в рассказах о том, о чем. Но сколько ни рассказывали, молоко не закипало. — Пойду-ка я попробую, — решил старик. — Посмотрю, что будет. Закипит ли молоко, если расскажу все, что со мной случилось. Собрался он в путь и пошел, расспрашивая встречных, как дойти до княжеского дворца. Дорогу пересекала река. В блокчине без нее нельзя было переправиться. Поэтому старик стал поджидать, чтобы какой-нибудь верховой перевез его на другой берег. Видит, подъезжают к реке три всадника, трое юношей, которых он родил и вскормил, когда был женщиной, на трех лошадях, которых он родил и вскормил, когда был кобылицей, с тремя собаками, которых он родил и вскормил, когда сам превратился в собаку. Старик обрадовался. Он думал, что сыновья помогут ему перебраться через реку, но те не узнали ее. Старик приподнялся с земли и сказал, «Добрый день». Всадники ответили на его приветствие. Тогда старик попросил их, «Дадраа, переправьте меня через реку». «Дадраа» — ласкательное обращение во множественном числе старшего к младшим. Но старший и средний сын ответили, «Мы спешим, нам некогда с тобой возиться». И проехали мимо. Только младший сын пожалел старика и, подъехав к нему, посадил на коня позади себя. Так они переправились через реку. Тут младший брат догнал своих братьев, а старик пошел следом и добрался до княжеского двора. Там все стали над ним смеяться. «И зачем было этому старику плести сюда? О чем он думает?» Вокруг котла с молоком стояло много народу. Каждый по очереди что-то говорил, рассказывал, но молоко не кипело. Старика долго оттирали от котла. Наконец, под вечер ему дали слово, посмеиваясь, «Послушаем, что станет болтать этот выживший из ума старик». А старик начал рассказ обо всех своих превращениях и о том, что с ним случилось. Не успел он рассказать и половину всего, что пережил, как вдруг молоко в котле стало кипеть. Все поразились. Они думали, что князь откажется теперь от своих слов, но тот, увидев, что молоко закипело, сказал, «Я хозяин своего слова. Я сдержу его во что бы то ни стало. Я рад счастью своей дочери. Завтра сыграем свадьбу. И я прошу вас всех остаться». После этого старик попросил у князя слово. Князь разрешил. Тогда старик сказал обратиться к народу. Князь сдержал свое слово, но я, как видите, старик. Поэтому я хочу, чтобы княжеская дочь была не мне женой, а снохой, если князь не будет против. Старик подозвал к себе своих трех сыновей, указал на младшего и пожелал, чтобы князь выдал за него свою дочь. Князь согласился. Народу это очень понравилось. Вскоре князь устроил большой пир. Так сыновья старика узнали своего родителя. Они очень обрадовались и устроили дома пир в честь своего отца. После этого старику жилось хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова